В этом сентябре из-за ковида выборы на Горноуральщине, как прочим и по всей стране, пройдут по-новому в течение трех дней, 17 по 19 число. Свердловских пенсионеров на избирательных участках и дома тоже ожидают еще и приятные сюрпризы, каждый из которых номиналом в 150 рублей. Кроме бюллетеней по 4 штуки на каждого, а в некоторых муниципалитетах и по 5. Два из них с фамилиями кандидатов в депутаты Госдумы от 14 партий и еще два с претендентами в Свердловское ЗАГС Собрание. Свердловчане зрелого возраста получат и подарочные сертификаты, выпущенные по случаю областного дня пожилого человека. На них благотворители перевели деньги по 150 ре на каждую карточку. Эти подарочные средства пенсионеры в магазинах смогут потратить на сладости для своих внуков. Это как минимум 700 тысяч человек. И вот через эту карточку, которой можно воспользоваться, прийти в сеть магазина «Пятерочка» и приобрести, что посчитают необходимым. Пусть небольшой, но знак внимания, уважения и благодарности нашим ветеранам. Волонтеры подарочные карты уже рассортировали и развезли по муниципалитетам. Как уточнил председатель попечительского совета благотворительного областного фонда Яков Силин, свою лепту. В денежном наполнении подарочных сертификатов для пенсионеров внесли не только крупные промышленники, но и бизнесмены средней руки и малых форм. У нас уже не первые десяток лет это реальная система отношений, существующая в области. Когда люди, которые живут лучше, у них крупный бизнес, иногда это даже не крупные и крупнейшие, скромные, но доходы, которые больше, чем у бабушки, дедушки, чем у пенсионера, ветерана, чем у инвалида, чем у многодетного. И они частью своих доходов, частью своего добра делятся. Вот это добро другим может быть самая главная философия. К слову, к выборной трехдневке все члены участковых избирательных комиссий успели привиться от ковида. Так что гарантия эпидбезопасности в ходе волеизъявления и на избирательных участках и дома совершенно гарантирована. Когда человек, избиратель, проходит для того, чтобы поставить свое выразъявление, он проходит, значит, шторки отсутствуют, но тайна голосования, она сохраняется, проходит, значит, заполняет бюллетень и выходит. И проходит уже к урне для голосования. Пожилых избирателей, которым проблематично самим дойти до урн, по письменному заявлению или же по звонку в территориальный избирком, навестят члены комиссии с переносными урнами, заранее предупредив о времени своего визита. И подарочные сертификаты на 150 рублей каждый они, естественно, не забудут взять с собой. Мы работаем с 8 часов утра до 20 часов вечера. Ну, готовность, я думаю, что уже на 90% мы точно готовы. Работаем с мобильными избирателями, которые могут прийти и подать заявление, чтобы проголосовать по месту нахождения. К работе мы всегда готовы. И, в принципе, это вот такой новый формат. Ну, попробуем. Но члены участковой избирательной комиссии, в общем-то, готовы к такой работе.